Одним из самых страшных предметов для человека является гроб. Естественно, это неспроста. Гроб всегда ассоциировался с покойником, а смерти люди боятся сильнее всего. Сегодня я расскажу вам про совершенно обычный гроб. Вам же не придет в голову его фотографировать, верно? Объект номер SCP-895. Искажение на видео. Класс объекта Евклид. Особые условия содержания. SCP-895 следует хранить закрытым и запертым в изолированной подземной камере содержания, находящейся примерно на глубине 100 метров. В радиусе 10 метров от объекта, так называемая «красная зона», запрещается работа с видеокамерами, микрофонами и другой записывающей-передающей аппаратурой, если на то не было получено одобрение минимум двух сотрудников с третьим уровнем допуска. При проявлении у находящихся на месте содержания объекта сотрудников симптомов психологической травмы, их следует немедленно отстранить от работы и удалить с места содержания, либо устранить, в зависимости от ситуации. Описание. SCP-895 изукрашенный дубовый гроб, найденный в морге сотрудниками фонда. Внимание к объекту привлекли необычные кадры с системы видеонаблюдения, установленные в морге. При допросах персонал морга не смог дать объяснение, откуда взялся SCP-895 и как он попал в морг. При попытке открыть SCP-895 на месте, агент обнаружил объект пустым. При этом сотрудники, наблюдавшие за ним посредством системы видеонаблюдения, до дальнейшего уведомления SCP-895 следует постоянно держать закрытым. SCP-895 вызывает искажения на фото и видеозаписывающей технике в радиусе 50 метров, похожие на яркие, вызывающие нервный шок галлюцинации, продолжительность и частота появления которых зависит от расстояния между SCP-895 и устройством. Запись ближе, чем с 5 метров, может причинить тяжелую психологическую травму и вызвать истерию у большинства увидевших. Эти искажения не распространяются на тех, кто непосредственно находится в указанном радиусе. Приложение 895-01. Протокол записи радиопереговоров во время захвата SCP-895. Первый отряд, это база. Всех штатских убрали с территории, начинайте захват. База, это первый отряд. Приказ поняли, выдвигаемся. Мы в фойе, проверка видеосигнала. Первый отряд, это база. Сигнал пошел. Видим кровь на стенах, подтвердите. Никак нет базы, здесь все чисто, никаких следов крови. Совсем ничего необычного. Пропало. Первый отряд, возможно меметическое воздействие. Вас понял база, первый отряд движется к складу. Боже, да он шевелится. Первый отряд, объект похоже живой и шевелится, подтвердите. База, объект не движется, объект кажется нормальным. Второй, открой его. Сэр, там пусто. База, это первый отряд. В объекте, по-видимому, ничего нету. База, база, как слышите? База, черт вас подери, ответьте! Ох, дьявол, второй, срочно закрой его! Валим отсюда! Приложение 895-02. В следствии инцидента, данные удалены, приведшего к гибели трех сотрудников, красная зона вокруг SCP-895 была расширена с 5 до 10 метров. В качестве меры предосторожности смены сотрудников на объекте должны быть сокращены до 4 часов. Эта история, как и множество других, находится в наших книгах. От них вам совершенно точно не стоит ждать какой-либо аномальной угрозы. Вы можете проверить это сами, если вам хватит смелости, конечно. Даю подсказку artscp.com и vk.com.scpfoundation Увидимся с вами там. До скорой встречи, коллеги!